Всем привет, ребята! Сегодня я буду делать обзор на новое дополнение к игре Sims 4, и дополнение это называется «Кошки и собаки». Я на самом деле после Sims 2 и Sims 3 очень ожидала этого дополнения, и мне кажется, что это отличная идея от создателей, так что давайте приступим. Если вам нравится Sims 4 и вообще игра Sims, и вам нравится смотреть обзоры, то не переключайтесь. Дополнение вышло 10 ноября в полночь, и я сразу же загрузила его, но перед этим делала, конечно же, предзаказ, потому что я очень ожидала именно этого дополнения. Такие дополнения были в Sims 2, Sims 3, и они очень радовали меня, и я, конечно, ожидала это на версии Sims 4. И будем сегодня играть, проверять, что же там нового, какие вообще новые действия, и что же там интересного сделали разработчики. Итак, что у нас здесь по поводу дополнения «Кошки и собаки»? Просмотрим картинки. Все на самом деле сделано очень классно, мне кажется, и должно быть, по крайней мере, очень интересным. Создавайте кошек и собак, общайтесь с питомцами, станьте ветеринаром и откройте собственную клинику. Всякие предметы для кошек и собак, лежаки, кормушки и прочее. Насколько я знаю, там можно полностью выбирать и редактировать собак, кошек, скрещивание по генетике, то есть можно делать собственную породу, и это очень интересно. Управлять животными невозможно, и это, мне кажется, хорошо, потому что в Sims 2 ими управлять нельзя было, кажется, в Sims 3 можно было. И вот именно они взяли из старой версии Sims 2, то есть полное отключение от управления животными, то есть чтобы мы могли сами догадываться, о чем мечтает наш питомец и так далее. Нажимаем на плюс, добавить питомца, вот, смешать породы, добавить собаку. Также здесь есть подбор пород, тем более, что в подобных версиях The Sims 2 такого не было. Зейн Хунт, да, действительно графика довольно реалистичная. Конечно же, при создании домашнего питомца мы полностью можем управлять и создавать его, изменяя шерсть, окрас, даже рисуя на шерсти, насколько я знаю. И это довольно интересно. Кому нравится вот поработать в самом редакторе, создавая персонажа и животного, это будет очень классно. Я, на самом деле, люблю более попроще и думаю, что заморачиваться там сильно с костюмами для собак и каким-то окрасом специфическим я вряд ли буду. Я не вижу никаких багов, так что это довольно хорошо. И да, в принципе, если вы хотите играть без глюков и багов, то лучше всего покупайте оригинал, скачивайте его, и это, правда, доставит вам больше удовольствия, чем загружать какую-то пиратку и мучиться потом с ней. Генетика. Попробуем собак скрестить и выберем породу. Я выберу аляскинского маламута. Что-то у нас уже здесь кто-то скрестился, по-моему, уши у него какие-то очень странные. Будет смешно, если скрестить с бультерьера. Да. Кстати, получилась довольно неплохая псинка. Ну, по крайней мере, можно посмеяться, повыбирать, сделать какую-то уникальную породу. Даже есть лиса. Меня удивило, что я здесь не нашла волка, кстати. Было бы очень интересно, если бы создатели сделали волка. Тоже можно было бы скрещивать с разными собаками. Мне кажется, получилась бы отличная порода. Так что, если вы любите повозиться в редакторе, поиграть именно в создание персонажей, то я думаю, что это вас однозначно заинтересует. Потому что здесь очень много деталей, очень много новшеств. И тут можно только засесть в одном редакторе на целый день, мне кажется, выбирая и создавая питомца. Давайте теперь приступим с кошек. Хотя я их не сильно люблю. Вот такой мурзик. Очень много, кстати, тоже пород. Хочу найти бенгальскую. Вот бенгальская кошка. Класс. Все очень реалистично. Также здесь выберу какой-то ошейник в аксессуарах. В шляпе кошка очень смешная. Появился впервые баг, как вы можете заметить. Кошка стала железная наполовину. Это, наверное, глюк какой-то небольшой. Но все-таки игра новая, и она только-только вышла. Поэтому не удивлюсь, если в ближайшее время будет какое-то обновление, которое исправит эти баги. В редакторе можно выбирать тип тела, телосложение. Более охутая, более полная собака. Также можно выбрать размер хвоста. И тип хвоста. Шапки, которые очень смешные. Выберу вот такой вот черный с медальоном ошейник. И приступим к выбору характера. Ищейка, игривая, мохнатая, охотница, упрямая, умная, преданная, обжорливая. Преданная. Думаю, будет отличной спецификацией характера собаки. Назову Джек. Переходим в город. И здесь Бриндлтон Бэй. Это именно городок по созданию кошки и собаки. Здесь очень много парков, где можно выгуливать своих питомцев. И вообще просто идеально, мне кажется, придумали. И буду играть. Если вам понравился мой обзор, то не забывайте поддерживать меня пальчиками вверх. Мне будет очень приятно. Также, если вам нравятся подобные обзоры, то пишите мне в комментариях. Я буду снимать почаще и побольше таких видео. Особенно на Sims. Поэтому да. И если вы любите Sims, то однозначно ставьте лайк этому видео. И подписывайтесь на мой канал, если вы новый зритель. И увидимся скоро в новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok